Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Представители оппозиции возмущены тем, что их кандидат уже во второй раз не проходит в состав общественной палаты. Руководители АРУА, АНД Абсны и ФНЯ провели пресс-конференцию. «Правам женщин» посвящается на Абаза ТВ 10-й выпуск из серии лекций по правам человека. Собрано более тонны пластика за год. Общественная организация «Абхаздеск» подвела итоги экологического проекта «Спасем мир от мусора». Президент Аслан Бжаня принял участие в завершающем третьем этапе командно-штабных мобилизационных учений на полигоне Цабал с боевой стрельбой. В них принимали участие военнослужащие 6-й и 7-й стрелковых бригад и подразделения быстрого реагирования. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазии генерал-лейтенант Владимир Савченко доложил президенту Аслану Бжане о замысле розыгрыша боевых действий командно-штабных мобилизационных учений. В мобилизационных учениях была задействована армейская авиация, беспилотные ударные летательные аппараты, бронетанковые подразделения, реактивная и стволовая артиллерия, минометы. В ходе учений была проведена высадка тактического воздушного десанта на вертолетах, продемонстрированы действия штурмовых групп. Проведенные мероприятия глава государства оценил положительно. Все поставленные командирами боевые задачи выполнены успешно. Командно-штабные учения прошли на должном организационном уровне, сказал Аслан Бжане. По итогам учений особо отличившимся резервистам были вручены грамоты. Учения начались 23 октября. В рамках этих учений также привлекались силы территориальной обороны Гагарского и Гудаутского районов. Законопроект о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности рассмотрели в парламенте. В обсуждении участвовали спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, вице-премьер-министр экономики Кристина Узган и замминистра экономики Таймурас Микваби. Расширенное заседание провел заместитель председателя комитета Бадрик Пиле. Законопроект предусматривает внесение следующих изменений. Расширение круга лиц, которые могут реализовать преференциальные инвестиционные проекты и, соответственно, получать предусмотренные льготы и преференции. Установление условий договора о государственно-частном партнерстве. Норм устанавливающих особенности инвестиционной деятельности при реализации стратегических инфраструктурных проектов. Согласно законопроекту, преференциальные инвестиционные проекты будут реализовываться абхазскими и иностранными юридическими лицами. Также он дополняется нормами, устанавливающими условия договора о государственно-частном партнерстве. Комитет парламента по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 26 октября рассмотрел ряд земельных вопросов. Заседание прошло под председательством Тимура Бея. Кандидаты экономических наук Фрида Лазба избраны путем тайного голосования членом общественной палаты. Проведение до выборов в состав общественной палаты было связано с назначением члена общественной палаты Абисалома Кварча руководителем администрации президента Республики Абхазия. На участие в конкурсном отборе было подано шесть ходатайств от политических партий и общественных организаций, но накануне выборов две кандидатуры были отозваны заявителями. Представители оппозиции возмущены, что их кандидат уже второй раз не проходит в состав общественной палаты. Руководители общественных организаций АРО и АНД, а также двух политических партий АПСНИ и ФНИА провели пресс-конференцию на площадке Арсмира. Подробнее Надежда Боровикова. Вакантное место в общественной палате, образовавшееся в результате назначения Абисалома Кварча главой администрации президента, по результатам тайного голосования заняла адвокат, кандидат экономических наук Фрида Лазба. Представители оппозиционных партий и общественных организаций возмущены тем фактом, что кандидат от оппозиции уже второй раз не проходит в состав общественной палаты. При формировании нового состава общественной палаты, ранее, ветеранская организация АРОА ходатайствовала Загарская Фтандила Зефиковича, известного командира, кавалера ордена Леона. Но по итогам голосования защитник Отечества не был избран в состав общественной палаты. Далее, когда освободилось вакантное место в палате, АРОА делегировали с ходатайством ветерана войны, инвалида второй группы, кавалера ордена Леона, моего боевого товарища, который на моих глазах подорвался на вражеской мине при освобождении горы Ахабюк, Рауля Смыр. Но, к сожалению, члены общественной палаты не проголосовали в очередной раз за ветерана войны. Представители оппозиции признают, что в данный момент в составе общественной палаты есть заслуженные, уважаемые люди, но всё же большинство – это провластные кандидаты. Оппозиция расценивает такой дисбаланс, как попытку узурпировать площадку важнейшего общественного института. Лидер АНД Атгур Ардзенба привёл слова второго президента Абхазии Сергея Багабш о целях создания общественной палаты. Общественная палата Абхазии станет площадкой для согласования позиций власти и представителей всех слоёв общества по важным вопросам государственной политики. Это серьёзный орган, и эффективность его будет значима. Ни одно государство мира не развивается указами президента. Нужно всем вместе строить гражданское общество и развивать демократические процессы. Я хочу, чтобы была устойчивая обратная связь с обществом, чтобы отныне все уличные обсуждения политических проблем происходили в общественной палате. Вот такая была цель. Теперь хочу задать вам вопрос. Может ли общественная палата выполнять эти функции, если в неё не вошёл ни один представитель, ни одной оппозиционной организации? Такого в истории никогда не было. Всегда старались соблюдать баланс. Можно ли избежать уличных политических разборок в таких условиях? Я думаю, нет. Председатель партии Форум народного единства Аслан Барциц уверен, что представители власти сформировали большинство в общественной палате, чтобы создавать видимость единогласной поддержки всех их идей и инициатив. При этом голос тех, кто против, не будет услышан. Для чего, ещё раз повторяю свой вопрос, риторически, наверное, для чего это нужно власти? А власти это нужно для того, чтобы они не отказались от тех идей, где на протяжении трёх с лишним лет Вот эти идеи по продаже объектов, по апартаментам и так далее, эти идеи никуда не делись. И для того, чтобы их, скажем так, «успешно» осуществить, им нужны везде свои люди. Для того, чтобы на внешнем контуре показать, что есть полное единогласие, единодушие. Председатель партии АПСНЫ Виталий Габни отметил, что злоупотребление влиянием со стороны представителей власти и нежелание сотрудничать с оппозицией приведёт к негативным последствиям для всех жителей Абхазии. Мы сотрудничали с властью, взаимодействовали в различных госкомиссиях. Правда, результатов работы от этих комиссий мы не увидели, и первое время это вызывало отчасти удивление. Сегодня уже понятно, что совместные рабочие группы были нужны не для конструктива, не для конкретной работы, а от тяжки времени для усиления силового блока. Как долго власть сможет поднимать градус настроения в обществе и где эта нить способна порваться, я вам не скажу. Но скажу с вероятностью, что злоупотребление властью будет всё нарастать и станет невыносимым для всех. Если и дальше, сообщество будет считать, что это дело лишь одной оппозиции, без участия всего общества и нашего социума как такового. Механизм формирования общественной палаты необходимо пересмотреть, уверен, от Гурардзенба, потому что когда он оказывается в руках людей, которые не настроены на создание сбалансированной площадки, они с лёгкостью используют его для достижения собственных целей, считает лидер АНД. Надежда Боровикова, Саита Гухава, Абаза ТВ. Банк ВТБ запустил транс-заграничные переводы наличными в Абхазию. Забрать деньги можно без открытия банковского счёта в пункте обслуживания. Перевод будет доступен для выплаты мгновенно. Максимальная сумма перевода – 350 тысяч рублей. За месяц можно отправить не более полумиллиона. Комиссия – полтора процента от суммы. Помимо Абхазии перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию. До конца года банк планирует увеличить количество стран, партнёров до 20. Сотрудники Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия прибыли в Москву с целью повышения профессиональной квалификации. 25 октября делегация во главе с главным советником министра внутренних дел Иналом Маршане посетили центр лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области. Сотрудники ознакомились со служебной деятельностью центра в целях обмена опытом по вопросам контроля, надзора за оборотом гражданского оружия и в сфере частной охранной деятельности. На База ТВ продолжается серия лекций по правам человека. В 10-м выпуске лекцию, посвященную правам женщин, прочла в нашей студии историк-общественный деятель Ирина Кокоскир. В 10-м выпуске лекций по правам человека. Дальше об этом мы встретимся в основном. remos сфере как наел buenos и космическом образовании. В 11-м выпуске лекциях. В 11-м выпуске лекциях. Сферу. В 11-м выпуске лекциях. В 16-м выпуске лекциях. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И также они полностью на абхазском языке И когда вы опускаете в аппарат пластику в бутылку, он благодарит вас на абхазском языке Кроме того, АбхазДеск совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту провел первый в Абхазии массовый блоггинг-забег на пляже в Синопе В нем приняли участие более 100 человек и собрали свыше 600 килограмм мусора Обратная связь была очень хорошая На самом деле все с большим удовольствием Это было такое начало лета и с большим удовольствием даже в жару все поучаствовали, увидели масштабы Вот для меня, наверное, лично, если говорить Одним из самых важных, скажем, задач которых мы выполнили в рамках данного конкретно мероприятия Это было именно показать, что всего Чуть озвучу статистику, кстати, мы можем к ней перейти Что за полтора часа в течение всего Протяженность была всего 2-2,5 километра на пляже Килосур То есть мы собрали 607 килограмм твердых отходов Я думаю, что это колоссальная сумма Учитывая, что ограниченное время все равно предполагает, что ты не так усердно этим занимаешься То есть если да, еще возможность там весь день Я думаю, что там было бы и все тысячи килограмм и так далее То есть масштабы сами говорят сами за себя К сожалению, это вот меня внутренне и радостно, что собрали но не радостно, что такие вот плачевные, да То есть мы можем так воочию посмотреть вот что творится даже на том же берегу который должен быть так как мы принимаем гостей чистым, аккуратным, опрятным и мы там сами купаемся Для меня участие было важно еще и потому, что это вот мой друг организовывал Я раньше до знакомства с ним не сильно интересовалась темой экологии, если честно и вот с его появлением в моей жизни все больше стало каких-то экопроектов я поддерживала его и как бы одновременно экопроекты и вот мы собрали команду У нас было очень мало, у нас было вот супер мало надежд на выигрыш но мы как-то так друг друга замотивировали и вместе бегали в жару собирали Другие акции в рамках экологической инициативы Абхаздеска это проведение экологического фестиваля кино создание арт-инсталляции с пластиковых крышек «Чайка» авторы художницы обща Хакба и Диана Хинба создание информационных видеоматериалов проведение открытых панельных дискуссий на эко-тему инициатива Абхаздеска «Спасем мир от мусора» реализовывалась в рамках проекта программы развития ООН и шведского агентства по международному развитию повышения устойчивости населения климатическим риском Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ С 1 по 3 ноября в Сухум состоится международная межвузовская образовательная выставка которая проводится представительством Россотрудничества совместно с посольством Российской Федерации в Республике Абхазии Министерством Просвещения Целью выставки является демонстрация достижений в области высшего образования привлечения общественного интереса к российским образовательным программам установление деловых контактов между российскими и абхазскими образовательными организациями а также ознакомление выпускников школ и вузов с направлениями и условиями обучения в Российской Федерации В выставке будет участвовать 12 высших учебных заведений Вечер, посвященный 80-летию народного артиста Абхазии солиста Абхазской филармонии солиста хора государственного ансамбля народной песни и танца Томаса Кокоскир состоялся на днях в Доме культуры города Гагра Актер Яхаса Болотомас Абриякенович Юхмар, шухмар зи Церехи в шискбалу футбасковые уже Германии узком он гадеер Хрящ там убринь дырба Зегреха хопхедзарала И дырчхоз узком Асалетхан ткара он бинальгу Козекенович Зегреха бри Хопхедзарайюй Наскудсус компеанты Зегреха с векхудкара думейзи Ябжекен обрив Обрив хаблагих наргалаги Абсуах Зегу Абсуах Гема Абсуах Абсуах Чедара Абсуах Аштыбич Абхатсахрад Абсуах Аштыбич Зегрех Филарм Наскьюхмару за руль Наскьюжта за Зегуси Томас И нукуйкос Томас И лейша Том И кяббез И кяббез Томас Абсуах 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 Зега Абсуах Абсуах Томас И нукуйкос Нукуйкос Гозруб Яша Собстаза Араз Хопхедзас Зеги Абреху Койтеги Абреху Гайпхана Абас Хопхедзас Рушилу Томас Висконвенцез Грузим Цегачгей Томас Зегезух Антез Лочар Шигаз Абубур Абсуах 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 Субтитры создавал DimaTorzok Эльвира Тодоу 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 Следите вместе с нами. До встречи.